Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана! И сегодня у нас обзор покупок по 11 каталогу. Я думаю, не только мне одной, а также и вам, и очень многим он дался очень тяжело. Очень-очень, потому что у нас новый сайт теперь на Фаберлик, и сделать заказ было практически нереально. Не хотел он утверждаться, не хотели забиваться от товара. По артикулу лично у меня вообще искался какой-то бред, но я это сделала. Поэтому сейчас мы посмотрим на мой заказ. Вот такое средство для ванной комнаты у меня заказали. Артикул его 112-20. У меня она тоже есть, есть в запасе. Мне оно очень нравится, я люблю им чистить. У него нет абсолютно никакого химозного запаха. Чувствуется, конечно, что там есть хлор, слегка-слегка, но это не удушливый запах, запах с парфюмерной какой-то композицией. Производитель заявляет, что удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, кальциевое отложение, ржавчин устраняют неприятные запахи. Я полностью согласна с тем, что здесь написано, и тем, кто его не пробовал еще, я очень советую. Вы влюбитесь в это средство. Его нужно немного, оно довольно концентрировано, и объем здесь внушительный, и цена для такого объема смешная. Практически всегда в моем заказе освежитель воздуха от Фаберлика. На данный момент это свежесть фруктов. Артикул его 113.32. Если кому интересен состав, это безопасные освежители. Они водные, кто брал их, тот знает, что они потрясающие. Они помимо свежести придают помещению увлажнение, то есть увлажняют, потому что он водный. Еще раз повторю. И он безопасен для животных, безопасен для детей маленьких, поэтому смело берите, пробуйте. Вот на лето мне нравится либо этот аромат, либо нейтрализатор запаха. У него очень мягкая такая парфюмерная душка. Он здорово нейтрализует все неприятные запахи. Потрясающе, если у вас что-то пригорело и так далее. Еще что мне нравится, допустим, если у вас есть маленькие детки, смотрите, здесь такая заглушка интересная. Так, вот так мы защелкиваем, и уже никто не сможет нажать. И вот так открываем и распыляем. Распыление мелкодисперсное, очень приятное, поэтому оно мне все устраивает. Я больше обычный освежитель покупать никогда не буду, потому что от них я уже чувствую какую-то химозину, и мне кажется, что это просто мега вредно. Поэтому тоже всем советую к покупке. Через дом я еще заказала, наконец-то, универсальный жидкий пятновыводитель спрей. Вот так он выглядит. Артикул его 111.51. Никак не могла его поймать. Почему-то быстро на нашем складе он заканчивался. Я его уже протестила, девчонки, и протестила его на футболке детской. Здесь сейчас я вам покажу. Вот такие вот розовые пятнышки. Я их обработала им. Даже немножко потерла. И вы знаете, слегка побледнело одно пятно, а остальные остались. Не знаю. Я, правда, не знаю, от чего эти пятна. Не могу точно ручаться. Но вот с ними он не справился. Я, конечно, буду тестить дальше. Здесь написано, что нужно на 5-15 минут оставить и затем удалить остатки средства влажной тканью. Я так и сделала. Ничего не получилось, не работает. Буду тестить на других пятнах. Может, у вас есть какой-то особенный способ применения вот этого спрея пятновыводителя? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я слышала о нем только практически положительные отзывы. А тут на первых же пятнах он у меня и не сработал. Поэтому напишите, пожалуйста. Может, надо потом в стирку вещи кидать или как-то еще. Буду тестить дальше. Постоянно в моем заказе вы можете видеть гигиенические прокладки с анеоновым чипом. Так, это у нас дневные. Ими я пользуюсь постоянно. Много раз уже говорила именно почему. Потому что уменьшилась боль в животе. Меньше гораздо дискомфорта. Они прекрасно впитывают. В общем, мне нравится в них все. Но самое главное это то, что ушла боль практически совсем. Так, если вам интересно, размеры всех прокладочек. Вот они. Так же у меня в заказике были и ежедневки. Я взяла их впервые. Вот такой здесь удобный клапан. Вот такие вот они малышки. Очень удобно положить в сумочку. Тоненькая такая, маленькая, компактная. И опять дальше, ну как бы закрыли упаковочку. Все очень достойно смотрится. Они тоже с анеоновым чипом. Хочется мне уже до кучи, чтобы все у меня было с анеоновым чипом. Потому что производитель нам обещает, что он благотворно влияет на весь женский организм. Но то, что уменьшается боль, за это я как бы могу ручаться. У меня лично так. Вот так она выглядит. Без крылышков, без всего. Вот такая вот тоненькая. Здесь у нас бумажка. Запаха никакого нет. В принципе, нормальные ежедневные прокладки. Буду пользоваться, буду тестить. В заказике у меня еще есть вот такая туалетная водичка «Платину». Вот так она выглядит. Здесь 50 мл. Артикула 3195. И с моей скидкой она обошлась здесь в 559 рублей. У меня заказывает ее знакомая постоянно. Мне тоже нравится этот аромат. Довольно такой возрастной, дорогой. Хороший аромат. Никаких нареканий. По стойкости тоже. Мне нравится ее ощущать. Крем «Линиэксперт». Это крем, восстанавливающий для чувствительной кожи. Артикул его 1665. Я брала его зимой. И он спас мою кожу от шелушений и покраснений, которые бывают после мороза. Он прекрасно ведет себя на коже. У меня знакомые его тоже постоянно теперь заказывают. И не только зимой, но и летом им пользуются. Здесь 50 миллилитров. На него в 11 каталоге хорошая скидка. 199 рублей. Где-то 160 рублей он обошелся нам с моей скидкой уже. Для такого крема это просто замечательная цена. Потому что он гипоаллергенный. Он подходит для любой кожи. Особенно я советую вам для сухой кожи его использовать. Которая склонна к шелушениям, покраснениям. Каким-то мелким капиллярчикам. Знаете, у некоторых выступают. Вот он со всем этим справляется просто прекрасно. Поэтому, кто не пробовал, я вам очень советую присмотреться к этой серии. Крем достойный. Я бы даже сказала, люксовый по бюджетной цене. В моем заказе были еще две помадки. Это 3D поцелуй. Мы выбирали со знакомой красный, нюдово, бледный цвет, скажем так. Она мне его описала. И нашли такую помадку в серии 3D поцелуй. Артикул 440-15. Она вроде как и красная, но в то же время такой спокойный оттенок. К сожалению, сводчик я вам не могу показать. Вот. Так, артикул. Очень приятный, я думаю, будет более-менее такой натуральный цвет. Не кричащий. И вторая помадка, которую берет у меня знакомая постоянно. Именно в этом цвете. Это увлажнение в цвете артикул 4619. Какой-то там пион. Она такая, в принципе, ярко-кричащая розовая, такая кукольная. Знаете, на губах вот может быть даже типа такого цвета. Немножко посветлее она смотрится. Очень насыщенная, хорошо увлажняет губы, яркая. Ну, вот на лето, кто любит такие оттеночки, вот это 4619. Кстати, как вам мой маникюр? Я делала его сама несколько дней назад. И у меня на эту тему даже есть видео. Это был мой первый опыт. Я ставлю ссылочку где-то здесь или здесь. Вы можете пройти и посмотреть это видео. Друзья, опять к вопросу о моем цвете волос. Очень часто мне его задают. Я вам показываю краску, которая есть у меня в этом заказе. Это Фаберлик Эксперт Калор. Оттенок 8.1. Светлый пепельный блондин. Я крашусь ей постоянно. И когда была в темном цвете, ей красилось запечатывание цвета. Это все правда, не врут. Она не смывается, когда вы моете голову. На светлых это не видно, но когда я была темной, я брала холодный оттенок темного цвета. Он очень красивый здесь есть в этой краске тоже. И вы моете потом голову, и краска с ваших волос не смывается. У вас чистая вода. Для меня это был шок. Я вообще очень удивилась, что за такую цену, за 100 с небольшим рублей, можно купить такую обалденную краску. Волосы у меня после нее не выпадают, чувствуют себя прекрасно, не пересушенными. И что еще важно, вот допустим, я брала и люксовые краски за 600 рублей, за 800 рублей. Лореаль, допустим, марка. После них все равно есть желтизна какая-то. И волосы вообще ужасные. То есть вот я эту краску даже уставлю выше, чем люксовые. Она действительно крутая. Если вы не пробуете, как говорится, лучше один раз попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Потому что я даже не хочу ее менять и рассматривать никакие другие. Так, артикул этой краски 18043. 1843, если вам интересно именно вот этот цвет. А еще что мне нравится, вот у меня корни, они же практически черные у меня свой цвет волос. И без всяких осветлений предварительных вот эта краска мне выводит в светлый оттенок мои корни. То есть вообще супер, практически ровный цвет по всей длине. А здесь девятка, перекись. Ну, как бы, чего и стоило ожидать. Поэтому я наношу на корни и в конце вот эмульгирую, растягиваю по всей длине еще минут на 15. И просто супер. Решила, девчонки, попробовать вот такой вот крем, жидкая перчатка. Взяла их два, потому что была акция. При покупке двух скидка была. Артикул 2096. Один я уже открыла. Он вот так запечатан, но не фольгирован. И что хочу сказать. До этого у меня из этой серии был крем омолаживающий, беленький. И вот этот, в принципе, тоже такой достойный. У меня довольно сухие руки. И поэтому даже летом я использую жирные питательные крема. И мне не нравится, когда крем смывается после первой помывки рук или что-то там взяли влажное. Этот крем не смывается. Я тестила его несколько раз. И руки от него мягкие, шелковистые. Прям вот-вот супер-супер. Я могу поставить его на одну линейку рядом с беленьким омолаживающим. Они очень похожи по своему действию. Поэтому я рада. И вот именно эти два крема, беленький и жидкая перчатка, я буду брать в Фиберлик однозначно. На данный момент они самые питательные. И нравятся мне больше всего. И последнее, что было в моем заказе, это вот такой вот карандашик для губ. Я долго выбирала оттенок, девчонки. Это у нас 433. Фокус не хочет. 433. Карандаш для губ. Я хотела выбрать такой карандаш, который подойдет к любой помаде. И будет смотреться выигрышно на любых губах с любым оттенком. И мне кажется, я попала именно вот этот цвет. Сейчас у меня на губах. Просто карандаш без всяких помад. Немножко потушеванный. Можно сделать еще насыщеннее. Вот так он выглядит. Я вам сейчас сделаю сводч. Бледненький и поярче. Смотрите, какой цвет. Мне кажется, он подойдет и под яркие красные помады, и под коричневые, и под нюдовые. Под любые абсолютно. Он хорошо тушуется. Смотрите. Довольно долго держится на губах, как и все карандаши. Можно сделать побледнее, можно сделать поярче. В общем, обыграть этот карандаш можно абсолютно с любым оттенком. И вот сейчас поближе покажу вам на губах. Натуральный, очень приятный цвет. Мне понравилось. Я, скорее всего, буду повторять покупку. Потому что качество карандаша тоже довольно хорошее. Стоит присмотреться. Оттеночек, еще раз скажу, девчонки, 433. Ну и, конечно, в заказике был каталог. Здесь у меня два купона на летние скидки, на аромат 50%. Я давно не вижу в таких купонах смысла и не пользуюсь ими. Допустим, я вам сейчас покажу. Вот в каталоге мы сейчас выберем с вами любой аромат. И скидка у нас будет считаться от черной цены. То есть, смотрите, вот есть аромат Бьюти Кафе. Черная его цена 1600. Мы делим ее по этому купону пополам. Получается 800 рублей. За 800 рублей мы можем взять этот парфюм. Но в каталоге этот парфюм даже еще дешевле, чем 800 бывает. И бывают все парфюмы гораздо дешевле, чем брать их по этому купону. Поэтому я ими не пользуюсь. Они мне совершенно не нужны. Это, знаете, если только на тот случай, если на аромат, допустим, на розовый, нет скидки в этом каталоге, а вам приспичило. Вот он пополам будет 1800, а в каталоге он 1000, грубо говоря. Пополам будет 800 точнее. Это выгодно, да, если вам приспичило. А так можно и подождать, и взять гораздо дешевле, чем вы возьмете по этому купону. Поэтому я ими не пользуюсь. И у нас потрясающий подарок для новичков в следующем периоде. Это пятновыводитель и порошок. Это хиты продаж Фаберлик. Это действительно достойные средства для знакомства с компанией. Я пользуюсь и тем, и другим. И в восторге от пятновыводителя. Он очень крутой. Возвращает вещам былой оттенок, былой цвет. Ну и вообще супер. Если вы еще не зарегистрированы в Фаберлик, я внизу оставлю ссылочку. Можете пройти. У вас будет 15% скидка. И в следующем заказе вы получите отличный подарок от компании. Ну на этом все, мои хорошие. Спасибо, что смотрите мои видео. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну и до следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok